Мы, друзья, около замечательного, значительного, великолепно сохранившегося акведука. Это регион Мерсин, район Льмон-Лу, публики, Турецкой республики. Но наша задача, вопрос в том, что акведук у нас, ребят, движется по направлению. Он как раз идет и ходит в эту скалу. И там сохранилось просто огромное. Эти выборки, вот они, видны на видео. Я сейчас еще приближу. Вот вы даже их так можете увидеть. Хотя качество при приближении этих выборок, конечно, страдает. Вот так. Вот так хотя бы покажу. И наша задача сейчас как-то найти туда проход. Проход, вероятнее всего, в обсыпанной части, где-то вот здесь будем искать. Потому что дальше тут отвесные совершенно скалы. Скалы великолепные. Вот она, чудесная совершенно. Выборка породы многометровая, со следами. Охли. Охли. Вздыхаю. Вздыхаю, друзья. Я стою здесь около... Точнее, не около, а прям в... Акведуки. Акведук высеченный в скале, идущий вдоль... Вот вы видите, как он великолепно высечен. Здесь еще разные выборки. Идущий вдоль скалы, которая идет, в свою очередь, вдоль ущелья. Там внизу когда-то текла река. А зачем было кому-то нужно сделать акведук при наличии реки, перегородить им арочно, ну, не перегородить реку, а поперек реки его поставить и завести вот эту воду на следующую, на соседнюю горку. Откуда она здесь текла, непонятно. А самое главное, выбирать множество. Вот вы видите, очень четко следы, они видны везде, очень хорошо на такой поверхности. Самое главное, выбирать следы, выбирать столько породы таким инструментом, каким-то инструментом, мы даже знать не знаем, что это за инструмент. Сейчас мы пройдем с вами по этому акведуку. Немножко будет путано, потому как приходится пробираться просто по кустам. Это абсолютно забытые руины. Канал мой обозревает не просто что-то наугад, хотя часто бывает, что мы действительно идем наугад. Мы не были уверены, мы вот в прошлый раз шли замок Лимонлу посмотреть, который рядышком, и так на часок увидели акведук. Отлично, за акведуком увидели пещеры, еще лучше. А потом увидели вот эту шедевральную выборку канала, ведущего к акведуку. И, конечно, мы не могли себе отказать в этом удовольствии его увидеть. Ну, пойдемте. Вот, друзья, в кои-то веки мы забрались. Не поверите, куда мы забрались на этот акведук. Вот Олег, Паша, Макс, тут вот даже Кристина селится пробираться дальше. Не, Кристина просто качается. Зря я погорячился. Кристина просто качается. Шучу. Посмотрите внимательно. Здесь идут вдоль скалы, как мы и говорили, несмотря на всю эрозию, очень большие выборки. Кто-то выбрал, вот стоят, ребята, кто-то вот выбрал у нас скалу. Да, вот эта же часть скалы именно выбрана. Срезали с той стороны, срезали с этой стороны. Вот видно даже, как снимали. Опять Олег. И ширина, которую снимали, опять примерно вот эти вот 15 сантиметров, про которые мы уже говорили много раз. Да, наверху... Я не так еще видел. А вот тогда дальше... Ну, эрозия, она полностью в эрозии. Она здесь всем ветрам у нас подвергнута. А вот там наверху, там есть большие очень выборки. я буду прыгать как-то осторожнее. Так, это тоже выборка, тут вот сохранились небольшие, Олег, вот эти выбранные следы есть, вот здесь вот сохранились, вот стоят ребята, вот тут вот следы. Вот. Жалко, что они в таком состоянии, что мы понять уже ничего не можем. Вот этот вот камень, помнишь, мы смотрели, он как будто там у нас выбран углы. Акведук еще был, вот здесь тек акведук. Витроизоляция. Да, дополнительная. А у вас шнурок развязался. И вода вела вот к этому вот акведуку, вон он. Вот к этому акведуку. Вот так вот поверху. Кто, как? Да, Олег, похоже он все-таки отсюда тек, я согласен с тобой. Сначала наклон, есть впечатление. Все-таки больше туда уходят, да, Ириш? Да. Мы просто уже, наверное, второй раз, да, мы пришли сюда. Второй раз мы, можно сказать, штурмуем, пытались сюда забраться на эту выборку. Это сплошная ответственная скала. Как мы сюда забирались, лучше вообще не спрашивать. Там дальше тек. И куда, и зачем? Ну, почему его вот не в этом вот месте? Зачем нужно было так вот по кругу? Что такое пробить, Олег, эти 7-8, тут метров 7 скалы? Это же очень много. Я не понимаю. Я тоже не понимаю, чем они руководствовались, кроме возможностей. У них, по идее, были на то время длинные трубы. Да, у них были трубы. Главное, что тут и так прекрасно текут реки. Создать, создать вот такую сложную конструкцию, как Акведук, вырезать ее, вот тут вот сплошные выборки, тогда, к сожалению, не подняться, но у нас вот так вот здесь просто вырезано. Макс, попробуй, ты высокий, подними туда руку. Если хочешь. Просто как можно выше приподнять. Да. Может вот так? Не, 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 она еще и так работает, а я не знал. Макс. Оказывается, у меня, слушайте, у меня оказывается еще уж тихо-палка выдвигается. Так это значительно меняет дело, Макс. Ну-ка, подними еще ты. Давай, давай. Там очень хорошие следы выборки, вот чуть-чуть. Да, мы пройдем туда, но я имею в виду повыше, чуть-чуть на себя. Вот так вот, вот, хотя бы вот так вот. Спасибо. Спасибо. Буду знать, она еще и выдвигается, оказывается. Удивительно. До чего техника дошла? До чего техника дошла, а я и не знал. И Макс, вместе с техникой. Да. Не, ну я дошел вместе с техникой до очень многого, это в самом деле. Так? Вот здесь вот некоторые выборки сохранились. Мы сейчас пройдем с вами по акведуку. А там дальше следы выбор. Здесь он, там есть, хорошо. Дальше мы не дошли, там уже все. Прошли. Прекрасно. Не, ну, пролезть, пролезть-то можно, я же не спорю. Ну вот, ребята, пролезли. Вот так вот это выглядело. Вот так вот выбранная вся скала. выбранная вдоль по плоскости и туда идущая. Ну как там? Я не сомневался, что Кристину с Пашей это два таких... Я думаю, да, да, да. Я думаю, ну я не думаю, что там что-то будет чем-то отличающееся от здешнего. Самые хорошие следы, которые мы выделим, мы сейчас к ним поднимемся. Вон там, вон наверху есть выборки. заморочились, Олег, страшно. Да ну какие-то мослики здесь на такой поверхности. Кто писал, как-то, где ослики. Да, нам говорят, что это какие-то ослики. типа моховика. И оно пилило. И начали ослики, либо рабочие. Да, что это был какой-то привод, что был какой-то типа фрезы такой, деревянный с насадками, с камнями с острыми. И это все... Не понимаешь, что стоимость осла выше, чем стоимость человека на тот момент. На тот момент совершенно верно. Да нет, даже если людей и мы инструменты должны были... Да, ты будешь это делать очень долго ручным трудом. Вопрос в том, что пока заказчик успеет помереть и, наверное, его дети уже успеют состариться, пока все это... То есть, если я тут хлистать не буду, то... то ты делать не будешь. Ты будешь делать очень медленно. Я сомневаюсь, что даже если хлистать будут. Слушайте, смотримся шикарно. Слушай, реально такой парапет вообще офигенный. Парапет бесподобный. Помашите! Где вы? А, они лежат по следующим кустам. Ну, ребят, мы принцип с вами поняли. Максимум можно дойти, к сожалению, акведук вот там вот сломан. Вот, по акведуку по той стороны пройти нельзя. Вот здесь вот обрыв. Вот где-то здесь вот застряли ребята. Вот здесь вот стоим мы. Я возвращаюсь. Попробую поснимать те следы, потому что есть стильные, интересные следы. так, по кустам. Здесь все, к сожалению, такие объекты, они просто... вот это надо смотреть. Максим, здесь, к сожалению, эти объекты заросли у нас просто адово, и тебе приходится вот так вот через кусты... Ой, господи, понемлись, но если вы посмотрите, здесь есть такой вот акведук. То, что я предполагал, что это может быть дорогой, все-таки... Нет, не дорога. Вот у нас выборка прошла, выборка вдоль стены всей прошла, очень четко. Да молодцы, молодцы! Вот, посмотрите, ребят, видите, как хорошо на солнышке, они даже визуально не так, а на солнце вот эти огромные следы, вот кто эти следы наносил, и потом вот так вот их срезал, точно так же ровно взял и срезал. Следы опять дугообразные, достаточно длинные, вот они идут, вот он, хоп, вот он, хоп, вот он, хоп, вот этот вот след этого вот пилищего инструмента, несмотря на всю эрозию, отлично у нас показан, исключает полностью всякие там колеса, которые мельницы водные вращали, ослики крутили, их там перепиливали, как нам байки рассказывают, это все местность абсолютно недоступная, сюда очень сложно было попасть, вот просто реально сложно, опасно для жизни, но чертовски интересно, мы в прошлый раз это увидели, я не мог успокоиться, когда, думаю, нам сюда край попасть, потому что невозможно интересно, вот, до сих пор сохранились следы на выбранной породе, мы сейчас с вами ее и посмотрели, так, это она, она, да, самые яркие вот так вот следы, а, вот, вот осталось, с этой стороны, с этой стороны, да, очень эффектно, самое интересное, здесь вот эти вот куски, вот этот вот белый цвет, раморный уже цвет, такой неизвестниковый, как будто она еще сразу шлифанула, и они кое-где еще от эрозии еще и уцелели, так, а тут вот что у нас приподняться, вот тут просто так вот выбрано и все, да, сейчас поснимаю, ребят, где-то мы не лезем, так, ух ты, ну, все-таки пролезли, да, ну, молодцы, не, ну, я же не сказал, что, я же не сказал, что пролезть совсем нельзя, ну, ладно, хорошо с вами, что, ой, как здорово, и правда, ну, что там интересного, ну, там не спуститься, а? Не, я останусь здесь, спасибо, я для себя, я что хотел, я увидел, у меня были задачи, которые я поставил, остановиться иногда, это самая правильная вещь, да, не, ну, я увидел, я понимаю, я могу по вот этой части сказать, что там находится, самое понятное мне, когда я вижу античное сооружение, я могу сказать с уверенностью 99,9%, что там есть подземелье, и даже могу сказать, засыпано оно или целое по составу, потому что я посмотрел много таких сооружений, а вот аналогов этому акведуку я, к сожалению, не видел, ребят, так, давайте еще чуть-чуть пролезем, вот у нас, вот они их выбрали просто всю скалу, удивительно, фух, сюда даже козы не забираются, потому что тут опасно даже для них, даже для коз, да, острые прям, острые, да, удивительно, удивительно, что сохранились эти следы, вот они здесь, я думаю, они и в других местах где-то найдутся, потому что пока, вот визуально, вот они еще заметны, уходящие и так, высоко уходящие, да, вот они, очень здорово, с противоположной стороны у нас тоже есть выборка, и пещера, вот там вот, с этим акведуком, а дальше идет террасирование, то ли его местные сделали уже нынешние, то ли его, даже не знаю, так, надо как-то здесь пробираться, вспомнить, как я тут выбирался, то ли его, просто воспользовались, так, так, да, интересно, вот видите, как приходится пролезать, это называется, режим Дианы Джонсу, только он там, в кино, а мы с вами, вживую, идем дорогами, которые когда-то, по которым когда-то, в прямом смысле, текла жизнь, вода это жизнь, она здесь текла, сейчас, скажи, мне похоже, вот тут, опять посмотрите внимательно, какие блестящие следы, вот, вон какие высокие, сейчас я, у меня оказалось, выдвигается эта штука, и можно еще вот так вот, ближе показывать, вот смотрите внимательно, очень четко видны следы, так, да, вот прям, уходящие высоко, высоко в гору, здесь они, к сожалению, размыты, многими временами, но кто-то срезал, срезал наискость, срезал гораздо выше, человеческого роста, срезал в крайне неудобной, почти на вертикальной плоскости, ну, практически на вертикальной плоскости, так, ух ты, да, фух, вот здесь, тоже, следы немножко утратились, но вот, вот сама порода, вот такая вот, мурамор, или известняк, который мураморизуется, уже постепенно превращается в мурамор, вообще известняк, штука интересная, потому что это, мы его недооцениваем, я с некоторых пор стал обращать на это внимание, это единственная, так, я лезу и разговариваю, это единственная порода, которая создана полностью из живой ткани, то есть, это бывшая органика, вся полностью, в основном, конечно, кости, и которая стала неорганикой, и во вселенной таких пород очень мало, так, мы идем к какому-то, не переключайтесь, если кажется, что неинтересно, это только, поверьте, кажется, исследование на то, исследование, ну вот, сейчас будет интересная скала, с хорошей выборкой, вот, во-первых, здесь все очень видно, смотрите, как четко это видно, блин, круто, ой, ух ты, а вот дальше идет скала, вот так вот она идет, с такой вот выборкой, здесь мало того, что вы можете увидеть, видите, все дугообразные, вертикаль можете увидеть, и вот идущие, сохранившиеся, вот четко очень сохранились линии того, как ее пилили, а ее пилили, здесь больше того, здесь сохранился тонкий слой, ой, тонкий след, вот толщина следа, она видна, несмотря на эрозию, кое-где, сейчас мы посмотрим, ну, вот тут вот кое-где еще, видна, но вот в этой части, очень хорошо заметно, вот, виден еще след, когда-то был, ну, вот здесь вот след, прям, четко идущий, вот вы видите, палец, чтобы вы поняли, что это, размер соломинки, и такие, и такая выборка, у нас идет, заходит туда, высоко вверх, очень впечатляет, очень необычно, сейчас еще покажу, посмотрите внимательно, то, что они были дугообразные, говорит о том, что, вот эти вот элементы говорят, вот как оно было у нас, реально по дуге проходило, вот оно по дуге проходило, вот эти вот углы, у них была некоторая проблема с углами, они их потом нужно, должно было, должны были потом выбирать, какие вот такие прямые плоскости, но где-то выбирали, где-то не выбирали, здесь ведь никакого смысла же нет, выбирайте, ребят, на самом-то деле, вот подумаешь, ох ты, ну впечатляет, канал Забытые Руины, для вас, в удивительном, совершенно месте, там вон Экведук, виднеется, я его уже показывал, есть такие следы выборки, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова